Начался последний месяц лета, но это не значит, что осень уже на пороге. На городских пляжах по-прежнему многолюдно. Немало купальщиков и в диких местах. Чтобы не допустить трагедии на воде, полицейские вместе со спасателями каждый день отправляются в рейды. Все подробности в материале пресс-службы областного департамента внутренних дел. По народным приметам, купальный сезон заканчивается 2 августа, в Ильин день. Но жара еще не отступает, а значит и любителей отдыха вблизи водоемов меньше не становится. Я в купании. Это городской пляж и просто... Командир, там же не налезешь, там же не налезешь. Здесь вообще не запрещено купаться. Купание на диких пляжах нередко приводит к трагедии. Каждое лето спасатели ведут печальную статистику. С начала купального сезона в 2017 году погибло на водоемах области 12 человек, из них трое детей. Спасено было 25 человек. В связи с чем ежедневно проводятся рейдовые мероприятия. Совместно с сотрудниками полиции по профилактике несчастных случаев на водоемах области. Где раздаются памятки, доводятся до граждан населения о правилах помедения на воде и о мерах безопасности. С начала летнего сезона за нарушение правил купания участковые инспекторы составили 120 протоколов. 63 человека получили административное наказание за распитие алкоголя на пляжах и появление там в состоянии опьянения. 8 родителей заплатят штрафы за своих несовершеннолетних детей, которые купались в запрещенных местах. Сегодня совместно с сотрудниками ДЧС были проведены рейдовые мероприятия по пресечению фактов купания в неустановленных местах. В ходе рейда составлено три административных протокола по статье 364 Административного кодекса РК. Патрулирование и рейды на пляжах и в неустановленных для купания местах продолжатся до окончания купального сезона. Анна Житская при содействии пресс-службы областного департамента внутренних дел.